А наш следующий участник предпочитает делиться своим творчеством в социальных сетях. И на кастинге в Туркестане он впервые спел перед большой аудиторией. Давайте узнаем, как Акмаль Кадиров готовился к полуфиналу. У него очень красивый тембр голоса, и вы знаете, в этом парне есть что-то непонятное, но оно хорошее. И я думаю, что полуфинал заставит вытащить с него вот это вот, потому что в этом парне есть потенциал. И сегодня я надеюсь, что он покажет настоящее шоу. Мой дебют на сцене я мог больше из-за волнения. И я не смог полностью передать ту энергетику, в которой я представлял все в голове. Если я пройду в гранд-финал, это будет значить то, что все, что я делал, до этого было не зря. Было много моментов, когда я мог остановиться. Начинал увлекаться музыкой, пением. Моя мама была против в начале моего увлечения насчет музыки. Но я продолжал заниматься, и потом узнал то, что мой отец, короче, был музыкантом, оказывается, это от него, наверное, не перешло. Они расстались до моего рождения. У отца из-за того, что как... Пошло не так, как все надо было. И из-за этого она думала то, что, наверное, я пойду по той же дороге. Боясь, ну, типа, раз мой отец был музыкантом и такой, раз я становлюсь музыкантом и таким же стану. Музыка для меня — это способ выражать свои скрытые чувства. То есть те, которых я не могу просто сказать в обычном разговоре. С музыкой я могу их передавать, скрытно, не стесняясь, так секретный посол. Я полуфиналист, и, конечно, я рад этому, потому что здесь очень много сильных конкурентов, разных вокалистов, фокусников, да, много талантов. Поэтому быть среди них — это для меня честь. Чтобы побороть свой страх, я пытаюсь представить, что я уже какая-то звезда, и это уже мой концерт. Ахмаль, всего тебе всего хорошего. Я в тебя верю. Удачи. Ахмаль, мы надеемся, у тебя все получится, ты победишь. Мы за тебя болеем, голосуем. Удачи тебе. Очень приятно, когда тебя поддерживают, близкие тебе люди. Это придает сил. Я рад слышать такие слова. Когда-то его кумира Джастина Бибера тоже не воспринимали всерьез. Но сегодня они оба доказали, что у них есть талант. Встречайте. Ахмаль Кадиров, Узбекистан. Ахмаль Кадиров, Узбекистан. Ахмаль Кадиров, Узбекистан. Ахмаль Кадиров, Узбекистан. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Судя по аплодисментам и реакции зала, да, всем понравилось твое выступление. Насколько я знаю, ты всегда мечтал о сцене. Субтитры сделал DimaTorzok Я всегда мечтал петь, только я никому об этом не говорил, только в тихаря я мог петь где-то. Моя мама была против моего увлечения, конечно, это в начале, так как это все связано с семьей. Но теперь она удостоверилась, что я смогу это сделать. Я на такой огромной сцене, что даже как-то не верится. Акмаль, я тебе очень признателен за то, что сегодня ты открыл нам еще одну грань своего таланта. Сегодня мы максимально услышали твой вокал, так сказать, в чистом виде. Плюс оказалось, что ты еще и отличный танцор, прекрасно держишься на сцене. Я очень-очень-очень рад, что как минимум одну большую мечту и самое главное – шаг перебороть себя, понять, что ты можешь это делать на большой сцене. Мы в нашем проекте помогли тебе сделать. Тебя ждет большое будущее, потому что ты делаешь то, что ты любишь. И ты талант. Браво! Я хочу вам признательно. Спасибо. По мне Акмаль совершенно не волновался. Он просто льстит сейчас, потому что он наслаждался на сцене. Он выступал с таким кайфом, с такой душой. Я бы тебе посоветовала продолжить в этом же духе – танцевать и петь. Спасибо большое за прекрасный номер. У тебя такой чистый, хороший, такой серебряный голос. И мне сразу как-то было такое настроение, что я где-то на концерте у Бибера. Да, да, да. Акмаль, спасибо тебе за столь красивый, неординарный номер. Акмаль.